В этой лекции мы хотим изучать о делах дьявола и как Иисус разрушает эти дела. 1 Иоанна 3, 8 Иисус пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И это ясно, что есть дела дьявола в жизни людей. И что эти дела, они автоматически не кончаются, когда люди передали их жизнь Иисусу. Я сейчас не говорю о спасении, но о свободе детей Божьих, которую мы должны здесь пережить. Для этого необходимо, чтобы дела дьявола обнаружились. И чтобы они были разрушены. И чтобы эти узы были развязаны. Слово Божие учит, что грех может стать узами. Слово Божьих, 5, 22, 5, 22. Там написано, что мы можем быть связаны узами греха. Слово Божьих, который становится привычкой и стилем жизни, может стать узами, которые нас не хотят отпускать. И есть много разных дел дьявола в жизни людей. И верующие, и те, которые исполнили Духом Святым, могут также с собой принести такие дела из их жизни до покаяния. И если мы живем со Словом Божиим, как мы сейчас это нам представили, то Дух Святой получает место, и люди, которые мучены, начинают получать свет. И потом приходит один пункт, где они не только эти связи и трудности чувствуют, но они также чувствуют, что это не обязательно, что оно так останется дальше. Потому что для этого умер Иисус. Бог хочет, чтобы я был свободным. И эта тюрьма может прекратиться. И они открывают в себе самому эти дела дьявола. Но, по правилу, оно случается только тогда, когда мы живем по Слову Божьему. И на тех местах в нашей повседневной жизни будем послушными, о которых мы уже слышали и поняли. Я могу вспомнить мою жизнь. Я был уже несколько лет христианином. Но когда я начал жить по Слову Божьему, так как Бог этого от меня ждет, то вдруг открылись некоторые вещи. И они осветились. И я пережил, что это не что-то чужое, что меня мучает. Это не проблема в моей Душе, но это чужие силы, которые вообще не принадлежат мне. И на одном или другом месте в моей жизни они хотят меня обокрасть. Они хотят меня ограничить. Это как раз то, что Иисус говорит о сатане. Иоанна 10, 10. Иоанна 10, 10 стих. Дьявол приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Это то, что Дьявол делает в жизни человека, если он получит место в жизни. Мы позже будем говорить о том, как он может получить место. Но вначале я хочу рассказать вам, как выглядят эти дела сатаны. Люди могут быть связаны в их мыслях. Или они могут быть связаны в их делах. Или они переживают некоторые неприятные чувства, которые не соответствуют данной ситуации. Однажды пришел один ко мне. И он сказал, всегда, когда мы начинаем молиться, и когда я чувствую присутствие Божье особенно близко, тогда в нем начинает что-то говорить. И это уже должно нас насторожить. Когда мы получаем проблемы и трудности, в то время, когда мы особенно близки к Богу, у людей появляются плохие, злые мысли против Иисуса. И они не хотят этих мыслей. И они мучаются этими мыслями. Но они не могут эти мысли вытолкнуть. И этот молодой мужчина сказал мне, в присутствии Божьем говорит что-то во мне. И она всегда снова и снова говорит «Heil Hitler». Но мы знаем, что спасение приходит от Иисуса. И преклоняться перед Богом, это значит давать Иисусу славу. И ему давать то место, которое ему принадлежит. Но Сатана хочет, чтобы ему преклонялись. И он борется за то, чтобы люди перед ним преклонялись. И мы можем это видеть, когда мы смотрим государства такие радикальные. Как там просто заставляет, чтобы преклонялись перед господствующими. Так было и в прошлом Германии. если человек занимает позицию Бога и требует поклонения и этого поклонения получает, то это уже грех идолослужения. и есть некоторые определенные грехи. Библия называет их ужасными грехами, которые вводят непосредственно в связь с демонами. И один из этих ужасных грехов есть идолослужение. И как раз в этом случае с этим молодым мужчиной мы установили, что его неродной отец, у которого он воспитывался, он был убежденный нацист. И что он воздействовал на всю семью. И мы молились за него. Но эта сила не выходила из него. Его трясло во всем теле. Но эта сила просто не выходила из него. И мы нечто выучили. Что Бог сильнее дьявола. И что нам не надо дьявола побеждать. И действия Божьи будут не решены не властью, но они решены правом. Где Бог имеет право и место действовать. И не охотно действует. И никакой дьявол, никакие демоны не могут его задержать в этом. Но там, где дьявол имеет право, где посредством греха дается ему место, там Бог не может действовать. прежде должно принести этот грех к свету. И таким образом сломливается власть греха. И освобождение будет иметь место. И мы не сделали такую ошибку молиться всю ночь за него. когда он лежал на полу и его трясло. Он бы еще несколько часов трясся. Мы закончили все. И мы ему сказали, что есть еще кое-что, что нужно очистить. И мы имеем Духа Святого, как нашего помощника. И он нас любит. И он хочет нас ввести в свободу. И он имеет стопроцентное знание и память. Нам не нужно себя внимательно исследовать и гадать, может быть, в этом делали в том, или может быть, это есть причина. Но мы можем Бога, Духа Святого спросить, что за причина. И это мы сделали в этом случае. И вдруг этот молодой мужчина вспомнил, что он еще маленьким мальчиком в школе имел еще многих других друзей вокруг себя и что он делал просто шутку и они друг друга просто приветствовали этим приветствием Хейл Гитлер. И это было не под влиянием Отца. Он сам это делал. И он это высказал, попросил прощения у Бога. Это было в то время, когда он не был христианином. Но узы сатаны они не развязались автоматически. Когда мы пришли к Иисусу. Во многих случаях оно есть так. Но мы говорим о тех проблемах, которые все еще есть. и которые до сих пор еще не удалились. О хронических помехах в душе. И после того, как молодой человек признался в этом, мы молились короткой молитвой. Он начал снова трястись. И она все сильнее и сильнее становилась. и после двух минут она вышла из него. Я привожу этот пример, чтобы показать, дело не в том, чтобы нам бороться с демонами и с духами и чтобы ночами молиться, распространять правду. Но дело в том, чтобы распространять правду. И Иисус сказал, если мы пребудем в Его Слове, то мы действительно Его ученики. И мы будем, если мы останемся в Его Слове, узнавать истину. И истина сделает нас свободными. Истина Божия, она имеет освободительную силу. И это освободительное попечение о душах это не что-то совсем другое, чем проповеди, но это Слово Божие, которое применяется в определенной ситуации. И многие люди переживают более или менее ясно эти связи. Многие люди связаны нечистой фантазии или сексуальные грехи, самоудовлетворение, или у них есть препятствия в мыслях. Я знаю этого мужчину, который всегда считал, автобусы и людей и людей. Все возможное он считал. И Слово Божие просто проходило мимо него. есть люди, которые мучают страхом и связаны им. Страх запрещает им некоторые кое-что делать. Я знаю одну женщину из нашей церкви, она имела страх выходить из своей квартиры. Она боялась ходить по улице или заходить в магазин. Она целый год не выходила из своей квартиры. Это пример, на котором мы можем видеть, что дела дьявола это есть темница. И Иисус чудно освободил эту женщину. И она везде рассказывает, как она вышла. Сейчас я думаю о другой личности, которая десять лет принимала одну терапию за другой, психотерапию, психотерапию, она и гомосексуальна, и многие другие вещи были в ее жизни, и большой страх мучил ее, невозможно. И самые простые вещи были для нее невозможны. Иисус стал ее Господом, но эти большие проблемы остались все. Но когда истина достигла ее сердца, тьмы, и когда она все тайные связи с этим царством тьмы прервала, она чудно освободилась. И то, что наука за многие годы не смогла сделать, сделал Иисус за короткое время. Есть люди, которые слышат голоса. Все, что медицина может сделать, это давать медикаменты. И врачи не могут поверить, что действительно есть какие-то голоса. но пациент говорит, я знаю, что эти существа есть, но врачи могут так улыбаться и дают медикаменты. Но мы изгоняем во имя Иисуса этих духов и мы переживаем, как люди освобождаются. Некоторые люди имеют такие бредовые идеи, мысли. Они чувствуют себя преследуемыми. Они верят, что разные люди преследуют их. Они думают, что тайные агенты и разные заведения. Они чувствуют себя преследуемыми. и их жизнь очень сложная. Некоторые люди имеют коллекционацию. В большинстве случаев можно видеть вещи, которые есть. Но я знаю одну личность, которая нюхала вещи, которых не было видно. есть люди, которые просто принуждены действовать. У них есть принуждение, потребность себя разрушать. Они бьют себя. Они царапают себе кожу ножом или стеклом. подавляют душевно. Или они слышат голоса, которые говорят уничтожь себя. Или у них есть потребность другим больно сделать. Или они не могут нормально кушать. Они вообще ничего не кушают и умирают. Многие кушают слишком много и тоже умирают. Есть так много разных потребностей. Есть люди, которые имеют потребность воровать или обманывать. Или они имеют страшные сны. сны. Есть люди, которые годами могут видеть один и тот же страшный сон. Или люди, которые сами себе причиняют боль. Которые себе ногти на руках обкусывают, пока кровь пойдет. которые должны всегда снова и снова обрезать волосы. Бывают удивительнейшие дела. И когда эти люди становятся христианами и ведут такую ужасную жизнь, любят потому потому что они знают, они не должны этого делать. Но они просто принуждаемы это снова делать. Люди, которые живут в этом принуждении, они страдают от этого. И они пренебрегают самим собой. Они не могут себя самого любить. И они находят себя ужасными. Они говорят, я не должен это делать. И я не хочу этого делать. но что-то во мне она гонит мне это делать. Иисус хочет такие связи переломить. У нас однажды было молодежное собрание и Дух Святой сошел большой силе. Один молодой человек признался в грехе. Нормально мы этого не хотим, чтобы грехи так открыто признавались. Или в крайнем случае мы не хотим этому поспешить. но он рассказывал о личных грехах. И в моем сердце я вдруг знал, если мы сейчас будем за него молиться, то сила Божия его сейчас в мгновение освободит. И пока мы так молились, я взял одного брата прошли через помещение и мы сказали, мы хотим за тебя молиться. Если ты хочешь, что Иисус тебя сейчас освободит. И грех, который он признал, это были страшные сексуальные грехи. И позже я узнал, что он много лет был этим связан. Но мы в этот момент молились за него. И сила Божия сошла на него. И этот нечистый дух поверг его на землю. И случились такие дела, как мы находим их у Иисуса описанными, когда он обходился со злыми духами. Я нашел, что демоны, они не изменились со времен Библии. И если церковь наставлена в Слове Божьем, тогда она не удивляется и не разочарована, если такое в богослужении случится. Никто не будет пугаться, но то, что случится, то мы будем радоваться, мы будем славить силу Божию, потому что присутствие Духа Святого заставляет этого Духа проявиться, и враг будет перед всеми смирен, потому что дьявол гордый, и это очень страшно для него. И народ Божий не будет в такой ситуации боязливым. Это не помеха богослужения, это часть богослужения. И Иисус как Господь действует. И как Он тогда делал, когда Он открыто исцелял и освобождал, так Он и сегодня делает. за одну или две минуты этот брат был совершенно свободен. Я его много-много раз позже спрашивал. И даже годы после этого освобождения Он никогда больше не упал в этот грех. И Он был много-много лет под этим игом. Мы могли бы еще много-много таких примеров привести. Но я хочу назвать некоторые симптомы, которые не так заметны, которые в то же время также могут исчезнуть из нашей жизни. Если мы будем применять это учение, есть люди, которые имеют всегда чувство печали, или они чувствуют себя одинокими и даже в окружении людей. Это настроение их сердца что я совсем один и никто меня по-настоящему не любит. Или бывают такие принужденные реакции к ненависти. люди, которые революционно настроены. Или люди, так революционно настроены. Конечно, это имеет очень много общего с их волей, но она имеет и демоническую часть. или люди муч страхом. Страх перед людьми. Страх перед отвержением. Страх перед критикой и разные другие принужденные свойства характера, над которыми просто не можем господствовать. они могут быть знаком, что за этим кроется демоническая связь. Я хочу кое-что сказать об освобождении, который представляет собой основа предполагающей. Многие христиане, которые имеют проблемы такого рода, и они устанавливают, что они мучены этими демонами, и они ищут человека, который может помочь. Их вера такова, если я настоящего духовного человека найду, кто заботится о душах, который имеет настоящие познания, и который имеет это полномочие, тогда я освобожусь. я знаю одну сестру, она собирала деньги, и она полземли облетела, чтобы получить помощь от одного мужа Божьего. И она никогда не слышала то, что мы ей говорили. и когда я слышал, что она туда летит, то я подумал, жалко эти деньги. И она также вернулась назад, как она туда полетела. Мы должны одно понять при этой теме освобождения. освобождение от силы тьмы свершается не через полномочия другого, и не через духовное знание других. освобождение свершается, когда мы познаем истину. принимаем и в истине живем. Я нахожу, что этот основной закон я должен всегда снова и снова повторять. Потому что это опасность, когда христиане что-то слышат о демонах. у них складывается мнение, что моя проблема это демоны, которые меня мучают. Но вопрос стоит так, почему эти силы вообще здесь? есть. Иисус победил сатану, искупил нас своей кровью. Слово Божие говорит, что мы имеем авторитет над сатаной и злыми духами. вопрос должен так стоять. Почему эти злые духи не уходят? Если этот мучимый христианин им прикажет идти, для этого должно быть основание, что эти злые духи могут продолжать свое дело. Освобождение свершается через жизнь в послушании. Это то, что нам Библия все снова и снова говорит. Вспомните Старый Завет. Врагов было намного больше, чем народа израильского. Но если они были связаны с Богом и жили в послушании, они имели одну победу за другой. Но когда грех находил место, то они имели поражение. и когда они переживали поражение, то они спрашивали, что является причиной этому. И Бог им всегда указывал на основание. они они эту причину удаляли и сразу же опять они имели победу. Наша победа зависит не только от того, что сделал Иисус, но также и от нашей жизни в послушании. И Бог делает нас ответственными за то, что мы слышали и знаем. Пойдемте к Псалму 80. И там мы видим эту связь между послушанием и победой. лезу в 14 и 15 И стих 15 Если бы народ мой слушал меня и Израиль ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их. Божья проблема не то, что он слаб против наших врагов, но то, что его рука задерживается чтобы бороться за нас. Он говорит, что условия для победы над врагом это жизнь в послушании. Бог не говорит, если бы не нашли человека с духовным полномочием, и многих христиан я нашел которые хотят сюда зачитать такое, освобождение приходит не через людей, имеющих полномочия, но через жизнь в послушании. освобождение я хочу назвать некоторые отделы, на которые мы должны обратить особое внимание, если мы хотим преуспевать в большей свободе, или если мы имеем дело с людьми, которые к нам приходят и хотят иметь освобождение. Я думаю, что только христиане, которые духовной жизни немного понимают, они могут утверждать, что христиане не могут быть связаны с демонами. Все попечение о душах уже на протяжении многих лет в нашей церкви она показывает нам, что она действительно так бывает. И диагноз, что демонические силы здесь находятся при действии, это не отвержение кого-то и не суд, но это начало освобождения. есть определенные грехи, которые мы должны принести к Свету, и когда мы принесем их к Свету, то враг теряет свою власть, и он должен тогда удалиться. Или он пойдет сам, или тот, которого это дело касается, может противостоять ему вере, или потому, что кто-то другой с ним вместе молится. Но самое главное это приготовление. мы сходим в нашей практике из того, если демонические связи лежат перед нами, если они после некоторых минут не удаляются, после того, как мы во имя Иисуса повелели, что они имеют право остаться. И право остаться это есть нечто другое, чем сила остаться. И нам нужно найти это право и забрать у врага это право. Грех, который не осознан, это союз с тьмой. Есть определенные грехи, которые мы должны осознать, и даже если они из нашего прошлого исходят, когда мы не были христианами. К этому принадлежат все грехи, связанные с оккультизмом. Под оккультизмом я подразумеваю, когда люди ищут сверхъестественных переживаниями, которые не соответствуют Библии, которые вне Слова Божьего. И где мы ищем подход к сверхъестественному, без того, чтобы иметь живой контакт Иисуса. Где мотив иметь эти сверхъестественные силы это господствовать над людьми, и проявлять свою власть над ними. Искать выгоды все сверхъестественные переживания и практики и методы, которые не соответствуют Библии, они вводят нас в общение с Сатаной. это очень опасно входить в эту среду. И из любви, и для того, чтобы нас защитить, Бог запретил абсолютно эту сферу. и флук в наш жизни, если мы с этим имеем дело. Пойдем к Пятой книге Моисея, Капитл 18, глава 18, и там мы находим перечисления над сверхъестественными практиками и переживаниями. Мы видим, что Бог хочет сказать об этом. Я читаю с 9, стиха до 13. Вен Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом, всякий делающий это, из-за сии-то мерзости Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом, Богом твоим. И в следующем пойдем к Исаии, восьмая глава. Сейчас мы слышали, что Бог говорит, эти дела мерзкие в его глазах. Это мерзость перед ним. И он уже другие народы истребил за эти грехи. И у Исаии мы видим это еще яснее, в восьмой главе. Какие последствия будет иметь, если народ будет делать эти грехи? Исаия 8, 19-22. С 19-22. И когда скажет вам, обратитесь к назывателям умерших, и к чародеям, к шептунам и чревовещателям. Тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивает ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. И во время голода будут злиться, хурить целя своего и Бога своего. И взглянут вверх и посмотрят на землю. И вот горе и мрак, густая тьма. И будут повержены во тьму. Если мы посмотрим жизнь людей и народов, которые таким образом ищут помощь. И вступают в запретную зону. Тогда мы видим, как в буквальном смысле исполняется это слово. Есть целые государства, которые имеют экономические проблемы. И они их не могут просто разрешить. Потому что оккультизмус практицируется везде. И проклятие лежит на этой стране. И я желаю, чтобы появились особые миссии. Чтобы Бог призвал мужей и женщин. Чтобы идти к царям и президентам этих стран с этой вестью. И сказать им причину этих трудностей. Ужасные дела свершаются. Там, где эти повеления не соблюдаются. Это не играет роли, знаешь ты это или не знаешь. Многие люди, которые входят в этот необыкновенный грех. Они извиняют себя. Они говорят, я искренне не верю в это. И она мне не повредит. Но если ты имеешь динамит в руке. И зажгешь его. Это не играет роли, веришь ты в это, что случится или нет. И последствия этого будешь ты нести. И эти сверхъестественные дела, они запрещены. И еще многие дела, они относятся так же туда, которые здесь не перечислены. Астрология, гипноз, йога, медитация, восточные религии. И многие другие вещи принадлежат еще сюда. Бог говорит, что проклятие придет в нашу жизнь, если мы будем заниматься этим. И этот грех должен быть исповедан и сломлен. И все равно, какие последствия от этого были. Все равно, что думают другие люди об этом. Все равно, какие дорогие были эти колдовские книги. В Деянии Апостола, в 19 главе, мы видим, как они сжигали эти книги. И потом написано, что они сосчитали цену, сколько она стоила. Но с первого они сожгли их. А потом начали считать. Чтобы, может быть, себя не искушать, откуда-нибудь получить эти деньги. Всякая связь с колдовством и этими сверхъестественными силами должна быть сломлена. Мы не должны иметь дружбу с такими людьми. Мы любим их и хотим принести им эту весть. Но мы их не делаем своими друзьями, которым мы открываем свое сердце. И христианские секты также относятся к этой области. Все сверхъестественное, что не сходится со Словом Божиим. И помимо этой оккультной области, есть другие области греха, которые нужно исповедовать. Я имею в виду те, которые нужно высказать перед людьми. И ты получишь прощение от Бога, если ты признаешь твой грех. Но если ты хочешь освобождение, то это нечто другое. Грех должен быть высказанным перед человеком. Например, следующая область, которая нас связывает с демонов. Это сексуальная перверзион. Это сексуальная область. Гомосексуальность. Сексуальный контакт с животными. Или то, что через некоторой формы музыки очень усиливается. Сексуальный контакт с духами. Я молился с некоторыми людьми, которые имели сексуальный контакт с духами. И многое другое, что к этой области относятся. Сексуальный контакт к мертвым. Все это должно быть признано, чтобы этот союз с тьмой преломить. И потом будет освобождение. И есть другие грехи, которые не открыли ворота. Но они заботятся о том, чтобы эти силы остались. И об этом мы будем говорить в следующей лекции. Аминь. Мы хотим говорить о Слове Божьем, которое нас... Мы хотим говорить о Слове Божьем, которое нас освобождает и исцеляет. И я хотел подчеркнуть, что освобождение от сатанинских сил приходит только от послушания. Если мы пребываем в Словах Иисуса, если мы живем в Словах Иисуса, тогда освободительные слова Господа будут в нас действительны. И можем тогда пережить, как Дух Святой в нас особо действует. Первая часть, что особо важно, на что надо обращать внимание, мы хотим сейчас это видеть. Что особо некоторые грехи в нашей жизни, которые нас приносят в контакт с сатанинскими силами. Мы говорили уже об этих нечестивых грехах, оккультизмус, сексуэллитейт, и еще есть нечто, о чем я не говорил. И так же самое, если человек живет в криминалитете, убийство, злодейство, обман или аборты, это все те грехи, которые приводят нас в контакт с сатанинскими силами. И чтобы освободиться от этих сатанинских сил, надо сильно молиться. И я хочу еще вспомнить некоторые другие части жизни, которые, может, не так сильно кажутся особо важными. Но если Слово Божие говорит, что люди некоторые добровольно попадают под силу злочестивого, мы хотим прочитать Слово из Послания Матвея, 18 глава. Я хочу прочитать некоторое место из этого Писания, Матвея, 21-35 стиха. Окей, я лезу, и тогда ты. Матвея, 20-35 стиха IMатвея. «Да er es nun nicht hatte zu bezahlen, hieß der Herr, verkaufen ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, und bezahlen. Da fiel der Knecht nieder und warf sie auf sein Angesicht vor ihm und sprach, Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da jammerte den Herrn des Knechts und er ließ ihn los. Da ging derselbe Knecht hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. И он крившся пристоит его, и служил его. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Что человек, которому он столько много простил, не хочет другому простить. Субтитры делал DimaTorz нул Syam Субтитры делал DimaTorzok И мы видим здесь, что он отдал его в руки истязателей. И здесь кончается пример, этот пример, и здесь видим мы, что Христос хочет этот пример применить в нашу жизнь. И Он говорит, что так же само будет Ваш Небесный Отец поступать с Вами, если Вы не простите от всего сердца каждой ближнему своему брату. Это очень большое высказывание, что Иисус сказал в этом отношении. Он говорит, если нам было столько прощено, и мы все знаем, что мы постоянно нуждаемся в прощении от Бога, если мы потом нашим ближним не хочем прощать, которым мы должны простить, тогда говорит Иисус, Год предоставит нас тогда тоже истязателям. Греческое слово истязатель будет столько же значит, что кто-то мучитель. Если мы немножко имеем представление, что, о чем хочет Библия в этом отношении сказать, то мы знаем, поймем, что это такое. Если мы не хотим прощать долги, вину, которую другие нам создали, то Бог предоставит нас истязателю. Когда я раньше это место не так точно внимательно читал, думал я, что такой человек попадет в вечный ад. Но мы не можем сказать, что это значит, что это сразу ад. Ибо ад – это такое место, откуда никто больше назад не возвращается. И мы здесь, в этом месте, видим, что он попадает в тюрьму до тех пор, пока он все заплатит. Это значит, что если он заплатил, значит, он может с этой тюрьмы назад выйти. И это, видим мы, что Слово Божие говорит здесь, что Бог, который нас спас, который нас так любит и хочет и желает нам только добра, что он может отдать нас истязателю, если мы не хотим простить нашим ближним. Если это случается с нами, если Бог попускает нас истязателю и дает им силу над нами, нас уничижать, над нами издеваться, тогда нет никакого человека на земле, который бы нам в этом помочь мог. Ибо Бог попустил этому истязателю над нами. Ты можешь сказать, как же этот Бог, который меня так любит, может такое допустить? Не Бог это делает, не Бог это делает, но мы живем по натуре сатане. Мы уже заметили, что сатана несправедливый и немилосердный есть. Сначала он обольщает ко греху, а потом тебя обвиняет. И он говорит тебе, так ты к Богу не можешь прийти в твоих грехах. Так просто это не есть. И за это тебе придется тяжело платить перед Богом. Если молодой верующий не знает голоса Божьего, он думает, что это Бог, который с ним так поступает. Он, возможно, говорит потом в душе своих, да, Господи, я хочу сейчас исправиться. Но сатана, который очень злой, и как он с тобой может поступать, как он с тобой обращается, приблизительно так. Он говорит, я не верю тебе никакому твоему слову, ты имел столько уже возможностей в твоей жизни, это уже твоя последняя возможность была, ты принятые только говоришь и говоришь, все только твои пустые слова. А теперь конец уже с твоим словам. Сейчас должны только дела быть. И это натура сатаны. Да, он очень жестокий и немилосердный. И он не верит. И он не хочет тебе не открыть дороги, где была свобода. Христос оба совсем другая натура. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, апостол Павел описывает натуру Иисуса Христа. Там написано, что любовь всему верит. Если ты говоришь, О, Иисус, я очень сожалею, я не хочу больше это дело так поступать. Христос верит тебе. Он принимает это. Он доверяет тебе. Он доверяет, что ты будешь им уверен в этом. Но сатана жестокий и немилосердный. И любовь Божия открывается в этом так сильно, что она охотно прощает грехи. И это противоположная сторона, которой имеет сатана. И если мы не прощаем другим человекам, тогда мы от них ожидаем нечто, что мы сами от себя не могли бы ожидать. Мы знаем, что мы неполноценны. Ты уже заметил, что ты тоже неполноценный? Уверен ты в этом, что ты неполноценный? Хорошо, что ты уже несколько раз пережил в жизни. Тогда ты уже не сильно такой разочарованный о тебе. И ты благодаришь Господа, который может тебе в этом простить. Но если мы другим не хотим прощать, тогда мы жестокие и немилосердные. И мы ожидаем, что другие должны быть полноценными. Они не имеют права делать ошибки, а мы жестокие. И мы ожидаем от других то, что мы сами от себя не хочем ожидать. И я думаю, что мы уже все увидели, что если мы с людьми имеем дело, то случается, что люди не с такой уже любовью к нам обращаются, как бы это должно быть. И мы это сильно, сильно обращаем на это внимание. А на то, как мы других обижаем, это для нас не сильно важно. На этом месте мы можем часто быть слепыми. Бог хочет, чтобы мы в жизни нашей тоже прощали. Тогда мы поступаем так, как дети Божьи. И если мы не прощаем, если мы жестокие и немилосердные к другим людям, тогда живем мы в ежедневной жизни так, как жил сатана. И если мы поступаем так, как поступает сатана, открывается жизнь наша для сатаны. Он имеет место в нашей жизни. Апостол Павел говорит, не давайте место злому. Мы обратимся в Слово Божие к Ефесянам, пятая глава, четвертая глава. Там видим, как апостол Павел нам говорит в этом местописании. Эфесянам, четвертая глава, стих двадцать седьмой. И не давайте место дьяволу. Мы могли бы сказать, но я, какой же христианин может такое поступать? Мы же знаем, что это так очень опасно. Кто из верующих сегодня пойдет к колдуну или к... Никто же сегодня не будет таких страшных вещей делать. Но апостол Павел говорит не только об этих страшных грехах. Он говорит даже о совсем других вещах, которые почти в каждом собрании можно встретить. И если мы эти грехи человеческими глазами посмотрим и взвесим их на наших весах, что мы можем даже не сказать, что да, через такие грехи мы отдаем место дьяволу. Но мы вспомним, что Иисус есть Господь. Он – Слово Божье. И если действительно кто знает, кто Господь есть, то это только Господь. Ибо Он – Сам Господь. И Христос говорит то, что есть правда. И Христос говорит, через какие грехи сатана может войти в жизнь христианина. И апостол Павел здесь говорит, не давайте место дьяволу. Не открывайте ему ваш дом. Не впускайте его в ваш дом. Это значит, в этом месте Сатана, о котором говорит Библия, получает только место, которое ему люди позволяют. Некоторые христиане хотели бы знать, как же эта Сатана поступает. Вместо того, чтобы ночью спать, и нечто хорошее, чтобы им хорошо снилось, они лежат в койке, не могут спать и боятся, что к ним придет Сатана. Они верят, что Сатана очень и очень могучий и крепкий. И они думают, что он имеет власть просто так ночью прийти в их дом. Нет, Сатана, о котором говорит Библия, может в тот дом зайти, где ему дают место. Он намного слабше, чем некоторые христиане об этом думают. С другой стороны, мы не должны это сделать слишком немногозначным, ибо апостол Павел говорит, не давайте место дьяволу. Это значит, что как рожденный свыше, исполненный Духа Святого Христианин, есть возможность Сатана иметь место в его жизни. Если бы этого вообще не было возможно, то апостол Павел мог бы сохранить в этом месте чернила. Да, где же мы можем допускать, что он имеет место в нашем жизни? Мы можем видеть, если мы прочитаем нижестоящее местописание. Мы видим из этого, что если живет человек в обмане, если человек много злится, если люди не хотят работать, ленивые, в 29 стихе этой главы говорит плохое других, в 30 стихе говорит, не обижайте Духа Святого. Мы оскорбляем Духа Святого в том, если мы делаем то, что нравится Сатане, те, которые его натуре подобны. В 31 стихе мы видим, как это описано. Что злоба и обида и все такое далее должно быть удалено из нашей жизни. Раздражение, и ярость, и гнев, и крик должны быть удалены из нашей жизни. Раздражение – это значит, что мы противостоим кому-то, расстояние к этому человеку, его отвержение, что мы не хотим иметь с ним общение. Наше внутреннее расстояние от этого человека. И начало этого гнева в нашей жизни есть, если мы человека, которому вы обидели, оскорбили, не хотим ему потом еще простить. До тех пор, пока мы ищем жизнь, где мы не будем обижены, мы живем как в облаках. Мы сами живем как в обольщении. До тех пор, пока мы имеем общение с людьми, люди, которые делают нам плохое, и поэтому было бы для нас очень помогло, если бы мы просто перестали к этому стремиться. Я хочу, чтобы все поступали со мной справедливо. Если у нас эта несправедливая цель в жизни есть, мы будем за нее и бороться, и мы хотим показать другим людям, что они должны этого не делать. И поэтому мы смотрим здесь то, что апостол Павел говорит, раздражение, ярость, бить, отдавать назад. Конечно, это слишком в большом форме описано. Это мы делаем не то, что открыто, а совсем сокрыто. И так, чтобы никто не видел. Но Бог видит это. И в этом месте сатана может иметь место в нашей жизни. И этот грех раздражения нечто очень опасное. Ибо разница первой категории к грехам это сокрытое отношение к этому греху. Если некто имеет контакт к завещателям, к дрогам, он знает, тот знает, кому это я говорю, как он так жил. Он бы мог, конечно, это опять все исправить перед Богом. Он может об этом говорить, признаться. И я знаю, что если кто-то хочет прийти с старостью на исповедание, да, они получат помощь, а не от Бога, а от сатаны. Если они идут на исповедание, то шепчет им сатана в их ухо. Он говорит тебе в ухо, да, ты уже в этом однажды признавался пред Богом. Об этом не признавайся перед человеками. Это уже все заглажено, прощно. Ты признайся во всем другом, только не в этом. Да, в этом не признавайся ни в коем случае. Это просто усложнит все твое дело. Я знаю, сатана предлагает такую помощь. Хочу сократить время, и сократив время, хочу так поступить. Я сижу перед братом, которым я хочу исповедаться. И говоришь, ну я, давайте сократим время. И брат говорит мне, признайся сначала в том, в чем ты не хотел бы признаться. А потом поговорим о всем другом, о чем бы ты хотел говорить. Ибо я пришел к выводу. Люди могут тебе многие часы многое рассказывать. Они все говорят только не о главном. И они внутренне молятся, хоть бы об этом главном не было заговорено. Но Бог не слышит такой молитвы. Раздражение, ярость и гнев дает сатане место. Ибо в этом мы поступаем так, как поступает он. Безусловно, мы дети Божьи, мы попадем в небо. Но здесь на земле поступает так, делаем мы так, как поступает сатана. И если мы поступаем вместе с сатаной, тогда он и будет истязать нас в нашей жизни. Безусловно, может, мы имеем большую проблему с оскорблением, с раздражением. И мы даже об этом совсем не имеем представления. Вспоминай, когда я был однажды молодым верующим в одном собрании. И никто весь вечер говорил об оскорблении и раздражении. Я сидел там, как молодой верующий. Я думал, о чем же говорит этот человек? Не мог бы ли он сегодня более толковее что-нибудь делать? Мы должны молиться о пробуждении. Думает он действительно, что кто-то интересуется этой вещью, о чем он говорит? Думает он действительно, что кто-то здесь, среди нас имеет эти проблемы? Но я знаю, самое малое, один человек имел в этом собрании такую проблему. Да, но это я увидел через несколько лет позже. И ты уже, наверное, думаешь, кто этот человек был. Я сам был этим человеком. Дух Святой начал говорить в жизнь мою, и он показал мне, что я был полный раздражения. Но это пришло на свет, когда я научился жить по Слову Божьему так, как я сейчас вам об этом рассказывал. Слово Божие, которое начинает в нас пребывать, приводит все негативное и плохое на свет. И я увидел, сколько людей в моей жизни я еще не простил. В течение несколького времени и недель многим людям пришлось мне прощать и их благословлять во имя Господа. И когда эти недели уже прошли, я заметил, что я получил большое освобождение. И мне пришлось увидеть, что многие-многие верующие имеют эти же самые проблемы. И только в тех собраниях, где действительно Слово Божие имеет силу, приходят такие грехи на свет. И поэтому эти грехи, раздражение, оскорбление, непрощение, они такие опасны в нашей жизни. Ибо мы не замечаем, что мы… Мы можем на первый взгляд даже не заметить, что мы с этими грехами имеем проблемы. Оскорбление, раздражение открывает внутренность человека, что Сатана может через это ему касаться. Ибо мы поступаем так, как он поступает в его натуре. И если мы так поступаем, если мы не прощаем людям, которые нам не простили и не хотим им простить, тогда Бог прощение, которое уже нам простил, возвращается к нему назад. И проклятие, которое на нас висело, оно начинает в нас действовать. Ты считаешь, может, это совсем несправедливо. Ты можешь сказать, да, это же не и по любви, что Бог может так поступать и на это попустить. Ты можешь об этом думать, что ты хочешь. Но ты не можешь это изменить. И если ты хочешь иметь благословение действия Духа Святого, это может только тогда произойти, если ты примешь Духа Святого в твою жизнь. Давайте посмотрим некоторые примеры, что происходит, если мы некоторым людям не хотим простить. Если мы избегаем некоторых человеков и людей, если мы сразу же плохо думаем, если увидим этого человека, если мы говорим только плохое об этих людях, если мы становимся в голосе злыми и жестокими, когда мы говорим об этих людях, если воспоминания о несправедливости все еще здесь, если эти воспоминания все еще приносят нам боль, если мы этого человека постоянно осуждаем и его обвиняем, мы не хотим его больше любить, это все еще огорчение в нашей жизни. А огорчение — это один злодень. Кто имеет огорчение, он никогда не может радоваться. Огорченный никак не может получить любовь к Божию, он не имеет места на этом, потому что он стоит не в справедливости. Он бы хотел иметь сам прощение, но в таком же роде, как он хочет иметь прощение, и не хочет простить другим. Прощение значит, что мы право на самосудие оставляем. Право на самосудие мы его отдаем. Этот человек должен прийти и передо мной извиниться и все привести в порядок. В примере, о чем нам Христос здесь говорил, что человек схватил другого и начал его удавливать. Когда Христос открыл мне глаза о непрощении, я действительно увидел, что люди, которым я не мог простить, я их держал сильно в моих руках. Я их держал в моих руках, тряс их и не хотел простить. Конечно, не телесными руками. Для этого я слишком уже был в модерном свете. Або моих внутренних это было так. Тот, кто не хочет простить, держит другую личность в руках своих. И поэтому это и причина, что так происходит, если мы другого человека держим в наших руках. Как часто приходилось мне переживать, человек, который приходит на исповедание. они видели, как в детстве, как мать их отца имела в полностью в вежовых рукавицах. И дочь ненавидела мать. Она ненавидела и отца, который это все терпел. И она делает большие обещания. Я никогда не хочу быть такая же самая, как была моя мать. Но отношения к ее матери тоже не в порядке. И потом она приходит к исповедателю. И она говорит, что я поступаю с моим мужем так же, как моя мать поступала с моим отцом. Так размножается грех с одного рода в другой, с одного поколения в другое. Если некто имеет отца, который большой алкоголик, и он при этом очень много страдал, и он никогда ему не мог простить. И вдруг стал он тоже таким же алкоголиком. Если мы не прощаем, связываем мы человеков. Прощение значит их освободить. В послании Матвея, 18 стихе, в примере, видим мы в притче, который описывает, как это происходит, прощение. В стихе 27 читаем мы, он отпустил его и простил ему. И его долг он ему тоже простил. Прощение значит две вещи. Это касается личности, которую мы освобождаем. И это долг, это несправедливость, которая нам была сделана. Мы прощаем, отпускаем эту несправедливость. Это слово «отпустить» можно перевести «отпустить его». в послании Луки, 6 глава, 37 стихе. То же самое слово говорит «отпустить его». Так же само будете вы свободны. Значит, прощать другим, значит и нам будет прощено. И второе слово «простить ему долги его» можно сказать, что долг отослать. Что мы делаем? Мы отпускаем этого человека и его долги мы отсылаем. Прощение – это значит, что мы в душе прощаем всем людям, которые поступали к нам несправедливо, в таком виде опять к ним иметь встречу. Мы больше их долги не считаем. И мы решаемся, с помощью Божьей, так поступать, как будто они никогда в жизни нам ничего плохого не сделали. Есть такое словословие «прощение», «да», «простить», «нет». И это не библейское прощение. До тех пор, пока мы несправедливость крепко в руках держим, в наших мыслях, и там оно будет до тех пор, пока мы постараемся. Я видел старых людей в больницах, и то, что они в детстве пережили с ихним отцом, они уже 60 лет несут в сердце. И они все еще точно знали, что они тогда пережили. И огорчение все еще было слышно в их голосе. Такие вещи не проходят очень быстро. Мы хотим еще несколько примеров увидеть, как мы можем освободиться от огорчения. Это начинается тогда, когда Дух Святой начинает в жизни наше действовать. Несколько недель тому назад, где некто сильно был под влиянием сатаны, и он просил, чтобы мы на нем молились, и он не получил освобождения. И он говорит, что же это за причина? И я ему говорю, там есть некоторый грех, которого ты в своей жизни не видишь. Он говорит, да, я уже во всем признался. Я говорю, ну хорошо. Разреши теперь Духу Святому показать тебе, что еще в тебе недостаточно. И я ему дал кассету на эту тему. Я ему говорю, прослушай ее. И молись, чтобы Дух Святой говорил к тебе. И он некоторое время отдал мне эту кассету назад. И он видел, что впервые в жизни он видел, что огорчение в сердце его еще есть. Двадцать лет он уже, как он уже женатый. И с самого начала его супружеской жизни у него было огорчение в жизни его противовоженной. И он это даже не замечал в своей жизни, что огорчен на нее. Но Дух Святой показал ему на это место. И тогда он положил это перед Господом. И тогда Сатана больше не имел власти над этим местом в его жизни. И тогда можно быстро гнать Сатану из его жизни. Мы молим Духа Святого, чтобы он нам показал, где мы еще не простили в нашей жизни. И мы должны это не сами делать в нашей жизни. И тогда, когда Дух Святой нам это откроет. И мы будем молиться над каждой ситуацией. Это не значит, что я просто говорю, я прощаю моему отцу. Нет, мы должны от сердца идти в эту ситуацию, которая была. И мы должны признаться сначала в нашей вине причиной этого, что произошло. И вину, которую мы до тех пор еще не могли простить. И тогда решаемся в сердце нашем этой личности, которая нас сильно огорчила ее освободить. И мы тогда говорим эти слова освободить и отослать. Я себе представляю, как мы этого человека освобождаем. И его вину я отсылаю. Далеко за горы отсылаю. Через горы. Я больше никогда этой вины не хочу видеть. Я хочу ее забыть. И я молюсь за этого человека, который меня огорчил. И я увидел, что и этот человек тоже нуждается в помощи. Возможно, что он имел причину, почему он так ко мне поступал. И тогда начинаю этого человека благословлять. И я благодарю Господа, что он эту личность так же само любит, как меня любит. И кто не прощает, не может просить, не хочет, чтобы другому было тоже добро, чтобы с ним было добро. Но если я решился по доброй воле просто прощать, благословляю я эту личность. И я молюсь за это лицо. Я служу ей. Я ей даю помощь. И Бог изменит мои чувства. И я очень много пережил в моей жизни, что мне приходилось. О несправедливости, которые были мне часто в детстве. Что воспоминания больше не приносят мне боли. И многие вещи я уже забыл. Если я даже сегодня вспоминаю об этом, это больше у меня не болит. И врагу будет забрана почва. Ибо мы больше ничего общего с ним не имеем. Освобождение здесь. Мы его получаем. Аминь. 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 Мы хотим сейчас говорить об освобождении. Мы видели, что огорчение дает место сатане, и, конечно, он это место в жизни человека берет. И иногда освобождение получается только тогда, если мы грех огорчения отпускаем. Иногда может такая быть причина, что грех огорчения с сатанинскими силами может даже никакой мы этого делаем. К примеру, жизнь в нечистоте, в сексуалитете, приходят сатанинские силы в жизнь человеческую. Они остаются в жизни человека, хотя он даже во всем признался. И они уходят лишь только тогда, когда огорчение приходит на свет и все очищено. Этот грех огорчения дает сатанинским силам просто оставаться в жизни человека. И, безусловно, Дух Святой очень хочет показать нам на эти грехи в нашей жизни, чтобы мы от этого освободились. И особенно, если касается дела освобождения, переживаемый, как Дух Святой в этом нам помогает. Очень часто пришлось нам переживать, что когда мы молились за таких людей, и не приходило освобождение. И мы стали к Духу Святому говорить, какая же причина, что не приходит освобождение. Апостол Павел говорит, не огорчайте Духа Святого. И Дух Святой через грех огорчения и другие грехи очень оскорбленный. И это значит, что Дух Святой не может из-за этих грехов нам помогать. Он просто связан из-за этих грехов нам помогать и за нас заступаться. И так как Дух Святой нас очень любит, он очень любит. Он очень оскорбленный и огорчен, что он нам не может в этом помочь. Параллельно греху огорчения есть еще другие места в жизни человека, на которые мы должны тоже большое обратить внимание. И тогда, когда мы говорим об освобождении, и вообще, если мы говорим о рождении и росте духовном в жизни христианина, мы хотим сейчас прочитать Местописание из Матвея 11, глава, и в Версе 28-30, со стиха 28 до 30, здесь мы говорим, Христос говорит, Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое. Христос приглашает к себе всех труждающихся и обремененных. И Он описывает здесь, как происходит это исцеление. Ибо они нуждаются в покое их душам. И это вся причина, почему люди приходят к пасторам для исповедания, потому что они хотят получить освобождение, потому что их преследует неспокойствие. Они чувствуют, что они угнетены и полны греха. И Христос говорит, а я хочу дать вам жизнь. И это внутреннее исцеление происходит только тогда, не то, что это какое-то чудесное дело, что в особо прекрасное время Бог Иисус пошлет Ангела Своего, и Ангел прикоснется нас тогда, и небесная музыка играет, и колокола бьют, и вдруг при такой атмосфере мы освободились и исцелились. Люди, которые такую ситуацию ожидают, ожидают такое освобождение от Бога, они все еще до сегодня ждут. Иисус имеет особый метод, как Он человека освобождает от Его внутренности, от Его греха, от Его бремени. И Он показывает нам, как это происходит. Это значит, что мы должны быть тоже готовы, чтобы идти с Ним в эту дорогу освобождения. Духовное освобождение и исцеление – это совсем другое, чем сломанная рука. Сломанная рука, если мы возложим руки и молимся, и она может случиться, что она будет здоровая. Но если люди внутренне больнее, то это причина того, что люди жили в грехах. И терапия и исцеление – это значит научиться библейские принципы. И масштаб, как нас Слово Божие изменяет в ежедневной жизни. И как наши отношения к самим себе и к другим человекам изменяются. По такому же масштабу приходит к нам внутреннее исцеление и отношение к другим человекам. И постоянно приходится встречать с людьми, которые приходят на исповедание, что они хотят в этом, этого не принимают. Они говорят, «Ах, это все психология, это все так механически, автоматически. И мне кажется, это слишком неудобно». Я хочу просто молиться об одном чудесах. Я еще никогда не видел, что такое чудо произойдет, что человек таким путем освобождается от своей внутренности. Христос показывает нам путь исцеления. Он говорит, «Возьмите Иго Мое и научитесь от Меня, Иго Иисуса Христа это связь с Его волей, где мы подчиняемся Его воле и где мы обещаем, что мы от Его воли не хочем от Его освободиться. Мы принимаем и соглашаемся с Его волей. Мы говорим, «Да, Господи, Ты и руководитель в нашей жизни». Мы хотим то делать, что Ты хочешь, Господи. Многие люди, которые постоянно бегают на исповедание к пасторам, я еще никогда не видел, что они при таких и их условиях могут от этого освободиться. Если они имеют страх и еще какие-то слышат голоса свыше, и они хотят от этого освободиться, от этих страхов. Но они хотят продолжать свою старую жизнь дальше, как до этих пор было. И, видя из жизни, что это очень редко, чтобы что-то из этого вышло с такими людьми, которые так дальше продолжать жить хотят. Пришлось уже в жизни видеть, что бывает иногда приходит внезапное освобождение, исцеление от такого. Оно это большинство таких людей, которые еще до этих пор Христа не знали. Но у них всегда еще остаются их внутренности, которые не очищены, они остаются с ними. И от этих симптомов, которые мучают этого человека, мы должны всю его жизнь иметь в наших глазах. Библейская жизнь, так как Христос нам ее описывает, и дает нам гарантию, что мы духовно будем здоровыми, быть уравновешен, уравноверным, крепким, здоровым, чтобы нести трудности, тяжести повседневные. Это самый хороший путь, как мы можем что-то получить вообще в жизни. Бог дает этот путь жизни от Вечности, от себя. Я еще никогда не видел, чтобы Бог в жизни пришел в какой-нибудь тупик, чтобы Бог плохой имел плохое настроение в небе, что Он от злости и ненависти с дверями там захлопал. Нигде в Слове Божьем не написано, что Бог хлопает дверями в небе. Вообще нет. Потому что такого вообще нет в небе. Потому что Бог полностью здоровья есть. Бог живет постоянно в хорошем состоянии, в гармонии с Своей и с другими. И Слово Божие показывает нам самую хорошую дорогу, как нам хорошо и красиво жить в жизни. И Христос говорит, учитесь от Меня. Это значит, что мы видим одно время, как это быть. Научиться, как иначе жить. И мы изменяемся год из года. Мы всегда будем уравновешеннее, постоянно дружелюбнее, полны любви и милосердия. И мы растем в авторитете и в силе. И апостол Павел говорит, что богатство Божие неисследимое. До конца нашей жизни можем мы расти. И чем больше мы будем Иисусу подобны, тем больше мы будем иметь радость и счастье в нашей жизни. И Дух Святой тогда может неповредимо через нас и в нас через нас протекать. Учитесь от Меня, говорит Христос. И тогда мы видим здесь, как особо важно учиться от Иисуса. Ибо Он говорит, Я смиренный и кроток и смирен сердцем. Кротость и смирение — это два пункта, которые мы должны учиться от Иисуса. и как мы от этого учимся, и по этому размеру получаем мы освобождение. И Иисус нам в этом большой пример. И сила Его действует в нас, чтобы мы в этом виде тоже были изменены. Мы действительно нуждаемся, чтобы мы могли понять, что такое быть кротким и смиренным сердцем. ибо это личность, сама личность Божия, которую только Бог имеет. Ибо сатана может нам предподнести, что нечто подобное, которое нам этому роду тоже может показаться похожим и подобным к ротости и смирению. противоположие смирению можем сказать, что это вражда. Внутреннее положение, которое к этому отношению это внутреннее положение, к которому мы противимся ничему. мы не хотим признаться, что у нас должен быть порядок, где мы хотим быть господами над всем, где мы хотим иметь право, на которое мы не имеем права, иметь право, что мы всегда какая-то особая личность, господствовать, мы хотим иметь право других уничижать и чтобы другими господствовать. Да, мы хотим в таких примерах над другими господствовать. это часто видно в особенной фамилии, где родители господствуют над их детьми или жестоком виде, может господствовать очень-очень в мягком виде, господствовать постоянно с упреками и с чувством обиды, где отец говорит, где им должен быть таким верующим таким особо, чтобы все видели, что ты верующий, посмотри, какая несчастливая твоя мать, что ты верующий, смотри, она из-за тебя уже совсем больная. Она так заботится о тебе и переживает. А что будут наши соседи об тебе говорить? Мы боимся, что тебе еще с тобой еще хуже будет. Ты думаешь, это любовь Божия? Может и это отвечать? И постоянно старается нам навязать вину. связать и господствовать над тобой. Уничижать. И это очень можно видеть во многих фамилиях такой случай. Женщины господствуют над мужьями, мужья господствуют над их женами, родители господствуют над их детями и дети, которые вырастают в таких условиях, особенно видно, что они очень разорваны в жизни. манипуляция и это подвижение или активно продолжают в их жизни. Или это сопровождается в их жизни дальше. Или мальчишка, над которым постоянно господствовала мать, сух 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 ищет себе жену, которая подобная была его матери. Это передается с одного поколения в другое поколение. Все непослушания, все свои собственные пути в жизни приводят нас к противодействию. Ребеллён противодействие это натура сатаны. И весь мир хочет это противодействие размножить. мы видим в 60-х годах мы можем в 60-х видеть это как происходило это в 60-х годах. в 60-х годах мы видели, что в 60-х годах вот этот дух противодействия сильно по всем странах стал распространяться. Особенно это стало видимо в музыке. И эта новая музыка, рок-музыка, которая начала распространяться, это фундамент вот этого противодействия. это стало распространяться как зараза по всему миру. И это стало иметь интерес даже к буддизму, к язычеству, к их религиям. И много, и демонских крифтов ин в новой и много сатана заимел много силы, которые с этим стал в этом действовать. До этих пор этого даже вообще не было. Мы видим в Слове Божьем, что в последнее время будет масса сатанинских сил освобождена. И мы живем сейчас в последние дни. Сатана старается силы свои сейчас везде использовать. И он отец вот этого всего противодействия Богу. В Еремии второй главе видим мы мы видим, что это такое противодействие. и мы видим какие результаты этого всего противодействия. В двадцатом стиху вторая глава Еремии «Ибо издавна я сокрушил ярмо твое разорвал узы твои и ты говорил не буду служить идолам а между тем на всяком высоком холме и под всяким ветвистым деревом ты владодействовал. Ты говоришь я не хочу быть подвластным. это вся причина противодействия и послушания. Я уже довольно взрослый мудрый достаточно и никто не должен мне сегодня что-то говорить как я должен поступать. Я живу своей жизнью и никто мне сегодня не может командовать как я должен жить. и вот это понятие распространяется по всему миру и авторитет стало сегодня совсем неправильное понятие. Каждый старается иметь свою свободу это начинается там где мы противодействуем родителям там распространяется в школы против учителей в собрании против государства и это не устоит перед Богом. Это касается даже то что мы противодействуем Богу. люди хотят всякую личность каждый авторитет спровергнуть. Это большие неправды которые мы в 68 годах пережили. Все проблемы происходят от того что мы имеем перед нами какие-то авторитетные личности. Я немножко позже пришел к этому обществу я тоже имел это мнение. Мы имели большие идеалы нового общества любовь и мир. И эти коммуны которые мы имели и через несколько времени стало в этих коммунах хуже чем в какой-нибудь настоящей нормальной фамилии. ибо никто не хотел признать какой-то нормальной порядка. И каждый думал он может тоже делать что ему нравится. это называется что сам себя чувствует господином поступать так как себе нравится что ему хочется. это большой обман в жизни который распространяется. Если люди могут делать все то что им очень нравится. Такие люди не могут быть рожденными свыше. И они уничтожают их жизни самих себя. они уничтожают свою личность и разрушают даже их внешнюю жизнь. А если мы рожденные свыше и Дух Святой в нас живет, мы имеем свободу поступать что мы хотим. но мы должны быть особо осторожными чтобы новое желание которое мы получили не перепутать с нашей старой натурой. Слово Божие ставит границы что правильно и что неправильно. это не то что закон да мы должны вот так действовать нет наша жизнь она живем по Духу но Слово Божие заповеди Божие показывает нам где есть границы и так живя в Духе мы будем сохранить от этого всего от больших преувеличений от больших преувеличений жизнь по Духу Святому хранит нас чтобы мы не поступали опрометчиво направо и налево есть люди которые живут по букве но чтобы мы были очень осторожны как мы должны жить в духовной жизни Дух Святой он всегда говорит на основании Слова Божьего и противодействие непослушание она не хочет иметь никаких границ оно вообще не имеет никаких границ никакого масштаба и так как это непослушание и противодействие от Сатаны происходит приносит она с собой большие проблемы так как Сатана он не благословляет а только разрушает я знаю многих людей которые уже давно стали верующими они имели тогда большие проблемы но они никогда не хотели жить на основании порядка Слова Божьего они никогда не хотели быть в подчинении их собранию которые хотели быть всегда свободными жить независимо и вместо того чтобы жить расти в Господе и войти в духовную свободу они постоянно входят в новые затруднения и там где дух святой руководит очень в порядке где он все открывает по Слову Божьему и эти люди или же они изменяют свою жизнь или они себе ищут другое собрание а кто бежит от одного собрания ища другое собрание никогда не может духовно расти потому что он никогда настоящего здорового собрания не может найти церкви кто хочет идеальную церковь иметь где он не должен изменять свои внутренности и порядок который Бог посадил в церкви старосты церковь Слово Божье их называет старостами они помощь нам расти духовно и это очень хорошо слышать если староста наставляет нас Словом Божьим иногда приходится нам это даже слышать что это слишком строго для нас я знаю одного брата и кто пришел к нему в гости и хотел у него переночевать и он стал разговаривать со своим старостей насчет эту тему а староста ему говорит нет не делай этого это не будет хорошо и староста имел причину почему он его так советовал безусловно он ему сказал ты можешь поступать как хочешь это твое собственное дело но он ему посоветовал этого человека не принимать в свой дом я сейчас сильно научился если мне староста в собрании что-то скажет открывать слушать это с большим ухом и я хочу верить что Бог ему больше доверил нежели мне безусловно староста в собрании не стоит перед Христом если его слово против Слова Божия стоит тогда я нахожусь в несправедливой церкви не в хорошей церкви но этот староста был от Бога и этот брат который просил Себета не хотел этого принять и его гость спалил ему всю хату ничего из мебели не осталось целым он ему все спалил в доме здесь он научился что это стоит слушать голос если что-то староста в церкви говорит Бог поставил стражи в церкви для того чтобы нас хранить нечто однажды хотел я делать в моей жизни я спросил старосту в собрании как ты считаешь как мне быть в этом деле и это было одно дело для дела Божьего это не это не был грех о котором запрещает Библия мне об этом не надо было спрашивать староста я могу сам об этом читать но это было хорошее дело и староста собрание говорит я хорошо буду с тобой об этом деле молиться и потом он мне сказал я думаю это дело не для тебя и я знаю если я что-то хочу для дела Божьего делать и мои старосты делают сразу большие морщины на лбу они говорят я в этом деле не уверен тогда я уверен в этом тогда я уверен что я это не должен делать ибо я знаю что Бог поставил этих старостей чтобы меня от нечего сохранить мы должны библейски признавать что эти личности имеют большой авторитет и здесь в Еремии второй главе видим что противодействие приносит большие проблемы с собой со стиха 17 до 19 читаем мы с собой безусловно 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 это все Не причинил ли ты себе этого тем, что оставил Господа Бога твоего в то время, когда Он путеводил тебя? И ныне, для чего тебе путь в Египет, чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Осирию, чтобы пить воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Саваоф. Мы здесь видим, что это имеет проблемы и противодействия. И Бог говорит, что причина твоих всех проблем то, что ты меня оставил. И что делают верующие в таких ситуациях? Они говорят, да, я второй Иофф. И Бог меня испытывает так тяжело. Но я верен в своем деле. И я не хочу оставить и буду нести мою судьбу. И они такие говорят вещи. Вместо того, чтобы спросить Духа Святого, какая же причина, что со мной такое происходит. Библия учит нас совместность, что такое грех и что же нас разрушает внутренне. И помощь и исцеление происходят только тогда, если мы обратимся. Прекрасная глава об внутреннем исцелении читаем мы пророка Исаия, 58 глава. И Бог говорит, что это напрасно, что вы такие религиозные. Много молитесь и поститесь. Это есть одна причина, почему это все так плохо у вас стоит. И Бог показывает здесь, как происходит обращение, возврат. В шестом стихе Исаия, 58 глава, читаем мы. Развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Развяжи все узы ярма. Мы очень любим возлагать ярмо на другие плечи. И мы имеем фальшивые понятия о людях. Мы жестокие, нетерпеливые. И это ведет нас к нашим проблемам. А освобождение, исцеление приходит, если мы это ярмо порвем. Если мы возьмем на себя ярмо Иисуса и противостоим жестокому ярму врагу Сатаны, если мы угнетаем и давим на других, и здесь мы видим, что есть путь милосердия и давать другие милосердия. В восьмом стиху читаем мы здесь. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господне будет сопровождать тебя. Вес 9. Тогда ты вас зовешь, и Господь услышит, вас запьешь, и он скажет, вот я. Наше внутреннее исцеление будет продвигаться, если мы научимся быть милосердными. Во многих местах Писания мы видим, что это тоже к этому же подводит. Мы можем это даже видеть в книге-притче, и постоянно увидим, что любовь и дружелюбие приносят нам благословение. Если мы этому не будем доверяться и считать это неправильно, то мы не будем внутренне исцеляться. Хочем посмотреть еще, что такое смиреномидрия и кротость. Многие думают, что это нечто такое. Многие не могут даже себе представить, что это такое смиреномидрия и кротость. Иисус говорит, что я крото к сердцам. Это не значит, что он над всем под все склонялся, что с ним происходило в жизни. Люди хотели его убить. Но это не было так, как он хотел умереть. И он прошел через их середину. Он прошел просто через середину человечества, их толпы. И в одно прекрасное время был большой штурм. И ученики испуганно говорят, Господи, мы погибаем. Аббахристос не испугался этого положения. И не сказал, О, Отец Небесный, пусть исполнится Твоя воля. Мы смиренно принимаем все, что сейчас произойдет с нами. Мы боимся что-то сказать против Твоего слова в этой ситуации. Многие верующие думают, да, и Христос должен был в этой ситуации так поступать. Но Христос понял, что это Сатана поднял этот штурм. И он это не взял, как смиренно, кротко, из руки Божьей, но он запретил этому деянию Сатаны. Что действительно от нас ожидается, жизнь по правде Божьей, жизнь в зависимости от Бога. Кто гордый, он живет в неправде. И он хочет, чтобы другие его считали больше, нежели он есть. И он играет, как артист перед другими. И он не чистый, не справедливый. И он наружу не хочет сказать, что он Богу служит. А в сердце своем он ищет, чтобы люди его почитали. Это такие люди, которые в церкви принимают какую-нибудь задачу и начинают с большой радостью и потом вдруг они видят, что это не слишком многие это признают, и их не хвалят за то, что они делают. И потому что это их мотив, они это дело хотели делать, чтобы люди их за это хвалили. Они настолько разочарованы и обижены, и они перестают все это делать, делать. И говорят, ах, никто меня все равно не замечает. И никто не хвалит меня за эту работу, которую я делаю. Ах, должны они свою работу, пускай делают свою работу сами. А Бог говорит, если ты что-то делаешь, то делай как для Господа. И тогда будет твоя награда великая. Бог хочет тебя наградить. И Бог хочет, чтобы мы были большими и были в почтении. Кто, не сведущий в Слове Божьем, думает, ах, как же это быть? Это же совсем несправедливо, если неправильно все людей возносят, и люди становятся большими. Нет, Слово Божье говорит, награда кротости это честь, богатство и большая жизнь. Это совсем ничего страшного, если кто-то большим становится. Або что неправильно, если мы сами себя хочем возвеличить? И если мы хочем перед людьми быть больше, нежели мы есть? А если бы мы мужественно стоим в действительности и признаемся в наших недостатках, и принимаем наставления, и не боимся этого, и не защищаемся от этого, и признаемся, что мы нуждаемся в помощи, и мы должны расти духовно, если ты получишь задачу в собрании, и это делаешь действительно как для Господа, этот человек будет расти, и Христос будет его возвеличивать. А верность в том, кто никто этого не видит, это доказательство, что ты кроток. А гордость хочет быстро попасть наперед, чтобы все тебя хвалили и видели. И такой человек духовно падет. Перед падением приходит гордость. Если мы сильно важны в наших глазах и хотим на других иметь какое-то большое влияние, и ищем почтение и уважение от людей, тогда упадем мы, духовно упадем. Потому что мы поступаем так, как поступал Сатана. ибо в настоящей жизни мы поступаем так, как Сатана. Ибо мы все еще поступаем так, как Он поступал. Но если мы верны и справедливы, верны и справедливы и любим правду, и не то, что мы ею задаемся, и тогда Бог вознесет нас. И мы будем в деле Божьем расти, и нас будут еще более возвеличивать. Никто никогда не говорил, что быть некто большим это что-то злое. Або если сам себя человек возвеличивает, такой человек будет уничиженным. Но Сатана многих верующих прельстил. Они говорят, о, плюс ничего особого не делать. Только не идти наперед, что-то особое делать. И только не иметь цель когда-нибудь иметь большое собрание, организовать. Только не думать в слишком большом размахе. Да, это мы тогда возгордимся и упадем. Да, мы сами себя возвеличим и возгордимся и упадем. Давайте лучше оставимся смиренно-мудрые и будем совсем сзади сидеть. Тот, который имеет победу, тому скоро будет плохо. Мы лучше будем уничижаться и сидеть в прахе. И мир смеется над такими верующими. И он смеется справедливо. Мы никогда не видим, что верующие по Новому Тестаменту имели такое понятие. Библейская жизнь говорит, что мы должны быть свободой от человеческого учения. иметь сердце, которое Богу служить хочет. И то делать, что Он нам говорит. Безразлично, или люди над нами смеются, или нас хвалят. И мы живем не от признания человеков. И если мы научимся так жить, придет свобода в жизнь нашу. И мы получим авторитет ибо с сатанинской силой. И авторитет получим мы, если мы подвластны Господу. Многие молодые верующие хотят быстро возрасти, быстро попасть наперед, быть признатными. Они не видят, какая самая быстрая дорога на это. Самая быстрая дорога быть подвластным, подчиненным, быть подчиненным и быть в послушании. В ежедневной жизни в послушании, быть верным и служить верно. И вместо этого они стараются себя поставить в центр внимания и других поражать их способностями. И мы видим, что мы тогда выходим из одной защиты и возвращаемся всегда в старую жизнь. А действительно, библейское смирение приводит нас в защиту Бога, ограду Божью и в благословение Божие. И так как мы действительно в послушании, в впечатлении Божьем живем, и поэтому мы имеем авторитет и силу над сатанинскими властями. И мы можем тогда жить так, что действительно Христос будет в нас виден. И мы будем иметь победу от Него. И мы можем показать другим путь в такую жизнь. Смиреномедрие и кротость это ключ жить и быть благословенным от Бога. И сатана тогда больше никакого места не найдет в нашей жизни. Халлилуйя! Аминь! Субтитры создавал DimaTorzok